Главный праздничный концерт в День Победы на площади Куйбышева открывали самарские коллективы. На одной сцене собрались как известные самарские музыканты, виртуозно владеющие самыми разными инструментами, так и совсем юные артисты. Каждый номер предваряли рассказы о героях и событиях Великой Отечественной войны. День Победы – это великий праздник нашей страны, нашей Родины. Это гордость для нас, победа нашего народа, великого, многонационального. Были на параде, все понравилось, все прекрасно. Мы приехали вечером на концерт, идеально все, классно. 9 мая, я считаю, серьезный праздник для России. У меня тоже прадед воевал, был сапером. Тяжелое, видимо, время было, вот Россия победила, все хорошо. И слава Богу, что мы каждый год отмечаем этот праздник, не забываем наших героев. В этот день со сцены прозвучало множество поздравлений. По видеосвязи к самарсам обращались и представители других стран, например, из города Бреста, Республики Беларусь. Когда 28 июля 1944 года в Брестскую крепость освободили советские войска, на расплавленных кирпичах одного из казематов была найдена надпись последнего защитника этой крепости. Умирают, но не сдают. Прощая Родина. А рядом дата. 20 июля 1941 года. Хедлайнером концерта «Страна героев» стала российская рок-группа «Сурганова и Оркестр». Артисты исполняли известные композиции военных лет и песни, написанные по мотивам событий Великой Отечественной войны. В завершении праздничной программы самарцев и гостей города поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Я поздравляю вас от всего сердца самым святым праздником для нашей страны. 78 лет назад наши деды и прадеды возвращались к мирной жизни с победой. И сегодня в каждой российской семье отмечается этот святой для каждого из нас день. Под занавес над площадью Куйбышева прогремели залпы праздничного салюта. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.